МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина вручили ключи обманутым дольщикам. В свои квартиры спустя годы ожиданий заселятся жители дома на Черемшанской. Повысить финансовую грамотность теперь можно и в метро. В городской подземке стартовал уникальный проект. В этом году страна отметит 80 лет со дня освобождения Ленинграда от блокады. В преддверии памятной даты самарские школьники встретились с Эдуардом Марчиком, который во время блокады оставался в городе на Неве. 40 лет соединяют сердца. Самарский дворец бракосочетания отметил юбилей. За лучшую просветительскую деятельность стенд Самарской области отметили на международной выставке-форуме на ВДНХ. В Самарской области больше нет обманутых дольщиков. Последний объект по адресу Черемшанская, 162, исключен из реестра. Поздравить с завершением строительства и вручить собственникам ключи от квартир приехали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. Для Марии Паршиной и ее дочери Елены мечта переехать жить в Самару в 2010 году обернулась настоящей трагедией. Семья осталась без сбережений и крыши над головой. Строительство дома, квартиру в котором приобрела Мария, вложив туда все деньги от продажи единственного жилья в Дзержинске, прекратилось. Застройщика признали банкротом, а семья Марии в числе других 373 семей, которые также вложили свои средства в долевое строительство многоэтажки, обрели статус обманутых дольщиков. Когда продала я квартиру и вложилась в эту новостройку, я потеряла все, и деньги, и жилье, и стала скитаться по родственникам. Бывшие соседи приютили, полгода у них жила. В общем, жила где попала и как попала. Дочь Марии Елена за эти годы перебралась в Самару. В последнее время Мария жила у нее. Елена рада, что теперь у матери будет своя жилплощадь. 28 декабря 2023 года дом сдали в эксплуатацию. Конечно, эмоции самые положительные, самые радостные. Очень рада, что получим ключи. По словам главы региона, этот объект был одним из самых сложных и финансово емких. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина поздравили дольщиков. Им торжественно вручили ключи от квартир. За последние годы в регионе были решены проблемы 8 тысяч обманутых дольщиков. В большей степени этому помогло решение президента Владимира Путина. О помощи обманутым дольщикам по всей стране. Скажу, что, наверное, половину бы объектов мы бы не решили без прямой поддержки президента страны. По словам губернатора, на сегодняшний день ни одного объекта из Самарской области в федеральном реестре проблемных долевок нет. Галина Топилина, События. В ночь на пятницу православные верующие отметили крещение Господня. В Самарской области на водоемах и при храмах приготовили около 70 купелей. В Самаре верующие и сейчас могут погрузиться в прорубь на полевом спуске. Там дежурят медики и спасатели. Безопасность купели оценила глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. В ночь на пятницу православные верующие отметили крещение Господне. В Самарской области на водоемах и при храмах приготовили около 70 купелей. В Самаре верующие могут погрузиться в прорубь на полевом спуске. Там дежурят медики. 73 спасателя, 16 единиц техники. Для купающихся созданы все условия. Работают теплые раздевалки, организованный безопасный спуск к воде. Спасатели настоятельно не рекомендуют погружаться в воду в неподготовленных для этого местах. Здесь оборудовано место в соответствии со всеми нормативными актами, со всеми средствами безопасности, техническими вооружениями и сооружениями. Для чего? Для того, чтобы не провалился лед. Есть настил, есть теплые палатки, есть чай. Все сделано для комфорта. Если это не оборудованное место, мы опять же, как минимум, рискуем провалиться под лед. Так как рядом нет спасателей, оказать первую помощь достаточно будет тяжело. Глава Самары Елена Лапушкина в эту ночь была на полевом спуске, присутствовала на освещении проруби и оценила условия, созданные для тех, кто решил погрузиться в воду. Поздравляю всех наших православных жителей Самары, не только Самары, Самарской губернии, России, всех православных с святым праздником, крещением Господнем. И по традиции, конечно, мы организовали купель. Мне кажется, что купель очень удобна для традиционного моржевания, для традиционного купания. Сделаны подходы, сделаны теплые раздевалки, есть чай, есть бутерброды. Поэтому все, кто желает, мы приглашаем окунуться в освещенной воде Волжской. И пусть это принесет здоровье, мир, счастье вашим семьям. Желающих окунуться в прорубь в эту ночь на полевом спуске оказалось немало. Ну, стараюсь, да, стараюсь по возможности. Заряд надолго, приятно победить себя, вот в этой палатке не сдаться, а дойти до конца и занырнуть. Не первый год, вот как раз с Кириллом ходим сюда. Каждый год практически уже сбился со счетом. Заряд эмоций, бодрость, поддержание здоровья. Просто захотелось. Потрясающе. Первый год, да, погружаюсь. Идти, сходить в церковь на службу, набрать святой воды, окунуться. И будет благодать. Здоровую коленку хочу! Те, кто не смог искупаться в проруби ночью, могут сделать это сегодня. Спасатели и медики будут дежурить там до 20.00. Воздержаться от погружения стоит людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также тем, у кого имеются симптомы вирусных инфекций. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В Самаре ночью полным ходом шла расчистка города от снега. Пока погода позволила, специалисты очищали снег с проезжей части и вывозили его на специальной площадке. В порядок приводили и улицы, которые летом были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», чтобы они дольше сохраняли свои нормативные свойства и имели повышенный срок службы. Подробнее в нашем сюжете. Два звена специалистов муниципального предприятия вывозят снег с улицы Авроры, на которой в прошлом дорожно-строительном сезоне был полностью завершен ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Одна группа идет от автовокзала, другая – от пересечения с аэродромной, навстречу друг другу. В каждой бригаде большой погрузчик и несколько самосвалов, которые вывозят снег на специальные площадки для складирования. Работу проводят в позднее время, чтобы не создавать помех для движения на загруженной улице. Так как у нас улица Аврора достаточно проходимая улица, на выезде из города, здесь ходит общественный транспорт, поэтому работы запланированы в ночное время, чтобы исключить дневное время заторы для удобства жителей города. Повышенное внимание к дорогам, отремонтированным в рамках нацпроекта, в период снегопадов уделяют, чтобы они как можно дольше сохраняли свои нормативные свойства. Тогда качество полотна будет радовать жителей более продолжительное время. Это вывоз снега, то есть это очистка приладковой части от снега, для того, чтобы в период весны, то есть когда уже будут переходные температуры через ноль, было меньше воды на покрытии проезжей части. Соответственно, чем меньше воды, тем меньше дорога разрушается. Вместе с тем увеличивается пропускная способность. Также выделяется особое внимание непосредственно остановкам общественного транспорта. Только в ночь на 19 января в расчистке Самарских улиц задействовали 250 единиц специализированной техники и 87 дорожных рабочих, которые трудились вручную. Стоит отметить, что заданные руководством мэрии темпы не сбавляются. Заснеженные участки продолжают обрабатывать противогололедными материалами. За сутки израсходовано более 126 тонн. Также за прошедшие 24 часа на специальной площадке для складирования вывезли более 6000 тонн снега. Ход уборки контролируют и общественники. Местные жители на Авроре отмечают, что рады преображениям в своем районе. И новое общественное пространство, и отремонтированная дорога. Теперь следят, чтобы обновленные территории и дальше радовали их, чтобы подрядчики выполняли качественное обслуживание. По желанию мы обязательно высказываем, потому что, конечно, подрядчики очень стараются, все делают. Но бывает иногда, что это где-то не заметят в силу большого объема работы. И они всегда реагируют. Спасибо им большое. Мониторинг состояния всех улиц, в том числе отремонтированных по дорожному нацпроекту, ведется круглосуточно. По прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные ожидается снегопад с усилением ветра до 20 метров в секунду. О чем все коммунальные организации и службы благоустройства оповещены и готовы к работе в режиме усиления. Администрация города призывает автолюбителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, а также не оставлять надолго транспортные средства вдоль обочин, чтобы не создавать препятствия для уборочной техники. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Как не попасть на уловки мошенников, определить подлинность банкнот и куда обратиться в случае опасности? Повысить свою финансовую грамотность теперь можно в Самарском метро. Здесь стартовал уникальный проект. Подробности расскажет Ксения Баканова. В Самарской подземке курсирует поезд, в составе которого необычный вагон. Теперь пассажиры могут не только быстро добраться до места назначения, но и пополнить свой багаж знаний прямо во время поездки. Внутри вагона для них размещены тематические плакаты, посвященные основам финансовой грамотности. В конце прошлого года мы забрендировали один вагон с полезной информацией. И планируем, что эта работа у нас будет проходить в течение года. Люди смогут обратить внимание на плакаты, в которых описаны ситуации, в которые люди могут попасть. И самое главное, куда они могут обратиться, чтобы получить помощь. Как отличить настоящую купюру от поддельной? Кто такие черные кредиторы? И что делать, если с вашей карты обманом списали деньги? Ответы на эти и другие вопросы размещены, в том числе, на желтых постерах. И не случайно. Ведь это тот самый цвет, который сообщает о возможной опасности и сразу привлекает внимание. Цель проекта – это наполнить пространство вагона необходимой, актуальной информацией. Особое внимание нами было уделено теме телефонного и кибермошенничества. Здесь наши пассажиры смогут еще раз погрузиться и повторить те правила по кибербезопасности, которые помогут им при общении с финансовыми мошенниками. Специалисты говорят, на удочку мошенников может попасться любой. Конечно, пенсионеры рискуют больше. Но и молодежи не нужно расслабляться. Ведь злоумышленники придумывают новые схемы. Мария Сутковецкая постоянно на чеку. Периодически на ее телефон поступают подозрительные звонки. Однако девушка знает, как защитить себя и близких. И моим родственникам звонили, но мы присягали это, потому что знали, как себя вести в таких ситуациях. И сразу телефон не выключали. Пассажиры, как и дирекция метрополитена, уверены – информировать граждан – дело полезное. Хоть всемирная паутина и захватила планету, однако есть те, кто от этого далеки. Чем больше у нас будет просвещения именно такого плана, а не в медиапространстве, для людей, которые не пользуются интернетом, конечно, я считаю, что это актуально. В наше время особенно доносят до населения, что не надо общаться по телефону с людьми, которые неизвестно кем представляются. И предлагают финансовые услуги непонятного долга. Горожане могут ознакомиться с актуальной информацией не только в вагоне. Ее разместили и во входных группах всех станций метрополитена. Данный проект реализуется при поддержке администрации Самары в рамках региональной целевой программы по повышению финансовой грамотности населения. Это один из приоритетов. В Самарской области работает региональный центр, который также решает эту задачу. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда в Театре Самарт прошла встреча с Эдуардом Марчиком. В годы войны он был еще ребенком, однако некоторые эпизоды помнит до сих пор. Историями из биографии он поделился со школьниками. Ксения Баканова расскажет подробнее. Воскресенье. На столе стоят две кружки с горячим чаем. В этот день недели немцы обычно давали передышку, не обстреливали жилые дома. Но этот раз стал исключением. Тишину в комнате нарушил громкий удар. Фашисты сбросили на дом Эдуарда Марчика несколько зажигательных бомб. Мужчина признается, страшная картина перед глазами до сих пор. Разрушен наш полностью дом. И сохранилось два подъезда. Наш крайний и соседний. А мы на пятом этаже. Вот как в нынешних условиях нам, детишек, спуститься? Месячный марш разрушен. У нас только была мощная сила взаимной поддержки, что взрослые обошли квартиры, нашли простыни, связали их. Нас, соседняя девочка, спустили. 872 дня ужаса, голода и смертей. 18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. Этот момент стал переломным в битве за город на Неве. Об этом Эдуард Марчик рассказал школьникам. Встреча прошла в театре Самарт. Если семья какую-то ворону добыла, это было целое счастье, удача. Вы знаете, какой у нас шоколад был в блокаде? Арина Суменкова про тяжелое военное время наслышана по рассказам бабушки. Девочка уверена, узнавать о событиях прошлого намного интереснее от реальных людей, чем у школьных учебников. Она мне рассказала историю, что когда-то к ним приехали немцы, и они у них еще и жили. Это было очень для меня неожиданно, мне было немножко страшно. Люди в то время боролись за жизнь, за мир, и мы должны помнить, мы должны чтить память. Также гости увидели мультимедийную выставку. Ее организатором выступил фонд социальных инициатив «Мирные люди». Это, в первую очередь, выставки напоминания, которые можно увидеть на одной части экранов. И, с другой стороны, это фотопроект Сергея Ларенкова. Так что любой зритель с 18 до 29 января может посетить их в свободном режиме в фойе театра. Работы в очередной раз напомнили школьникам о героизме советского народа. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Хрупкие принцессы, обаятельные чудовища и говорящие животные. Всех этих персонажей смогут создать школьники в мультстудии, Самарской областной детской библиотеки. Подробности в нашем материале. Андрею Врублевскому 10 лет. Он мечтает стать программистом, а пока пробует сам рисовать мультики, поэтому не мог пропустить занятия мультипликацией в детской библиотеке. Я представляю, что мы будем рисовать мультики, и потом можно будет с опытом поступить в киноучилище. В Самарской областной детской библиотеке проводился первый ознакомительный урок. Детям рассказали о том, как создаются анимационные фильмы. Курс занятий бесплатный и будет проходить 6 месяцев. Посещать уроки могут читатели библиотеки в возрасте от 8 до 14 лет. За это время ученики сами придумают сценарий и персонажи и создадут свой волшебный мир. Обучать школьников будет библиотекарь Елена Николаева, которая ранее выиграла грант на создание мультстудии. Конечно, приятно видеть успехи ребят, приятно видеть, когда им нравится сам процесс создания, когда они увлечены самими занятиями, и им интересно приходить сюда и пробовать себя в чем-то новом, проявляться и реализовываться творчески. Анимация, созданная учениками, будет посвящена краеведческой теме. Герои, придуманные детьми, оживут в разных локациях Самарской области и, как говорят организаторы, будут учить своих зрителей добру. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В год семьи Самарскому дворцу бракосочетания исполнилось 40 лет. В юбилей в стенах ЗАГСа открыли фото-выставку и заключили новый семейный союз. Подробности в нашем сюжете. Александр, Снежана, обоюдное согласие прошу подтвердить подписями в зависимости от заключения брака. Первый дворец бракосочетания Самары торжественно открылся 18 января 1984 года. С этого момента прошло 40 лет. За эти годы было зарегистрировано 88 900 браков. Кстати, у меня волнений вообще не было. За неделю, наверное, один день было, и какие-то такие легкие переживания, но они быстро рассеялись. Мы этого хотели, ждали. Уникальные витражи, барельефы и настенная роспись связаны у самарцев со значимыми семейными событиями. Ежегодно здесь регистрируют более 2,5 тысяч молодоженов, фиксируют полторы тысячи рождений детей, около 500 семей награждают и поздравляют с золотой свадьбой. Находимся в уникальном месте, самом красивом месте Земли, как отмечают наши пары, наши посетители, те, кто открывают двери. И мы с радостью и добром встречаем их здесь. Месте, где рождается семья, где живет любовь. С гордостью можно сказать, что это храм действительно любви. Во дворце ждут не только молодоженов, но и других жителей города. В здании, которое является жемчужиной самарского модерна, проводятся лекции для молодых семей, занятия с детьми. Сейчас здесь организована выставка, посвященная истории ЗАГСа. Увидеть архивные фотографии первых регистраций и узнать больше об одном из самых красивых мест Самары. может каждый желающий. Фотовыставка будет пополняться и действовать в течение года. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. В Самаре в этом году работает более 120 бесплатных катков. Самые популярные на площади Славы и площади Куйбышева, а также на набережной. Корреспонденты событий выяснили, любят ли самарцы кататься на коньках и как работают ледовые площадки в городе. Режут лед узором тонким. Катание на коньках – одно из традиционных зимних увлечений самарцев. Каток на площади Славы с момента открытия в 2019 году сразу стал точкой притяжения любителей активного образа жизни. Только в прошлом году этот каток посетили около 40 тысяч человек. На территории площади новогодняя атмосфера. Выдержаны в едином стиле павильоны проката с раздевалками и точки питания. Здесь под открытым небом можно согреться горячими напитками и подкрепиться свежей выпечкой. На территории катка одновременно могут находиться до 500 гостей. Каток будет работать до 5 марта ежедневно с 11 до 23 часов. Перерыв с 15 до 16 часов. Вход бесплатный. Очень уютный каток. Красивый. Сделано прям все идеально. Музыка переселивающая. Вообще красота была. Красивое очень место. Атмосфера очень. Прошли первый раз на каток. Сложно дается, но интересно. Пытаться учиться. Каток очень хороший. Очень нравится. И атмосфера красивая. Я сюда хожу со праздничным настроением. Мне нравятся огоньки, мне нравится музыка, мне нравится видеть людей улыбающихся. Я так более-менее танцую, когда я катаюсь. То есть мне это дает драйв какой-то. Это фитнес. Мороз дает ощущение такой свежести. Я не устаю, когда катаюсь. И настроение повышается. Это как ребенок учится ходить. Он все равно пойдет. Понимаете, я учусь кататься. Как могу. Я не собираюсь быть чемпионкой мира. Все. Я катаюсь веселее. Еще одно популярное место для желающих встать на коньки – площадь Куйбышева. Здесь сразу два катка – для массового катания и для игры в хоккей. Есть пункты проката и заточки коньков. Очистка и заливка льда проводятся ежедневно в утренние часы. Обычно на лыжах мы тут стараемся. А, первый раз решили выбраться. Еще музыки было побольше. Чувствую радость, легкость, а свободу. Как будто Париж в зимней сказке. Ледовые площадки для досуга есть в четырех самарских парках – «Дружба», «Победа», «50-летие октября» и самый большой каток в парке Гагарина. Площадка в 8 тысяч квадратных метров здесь закольцована и празднично оформлена гирляндами. Всего в Самаре открыто более 120 бесплатных ледовых площадок во всех районах города – на набережные, на территории образовательных учреждений и просто во дворах. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Хоккеисты «Лады» завершили небольшую выездную серию игр в КХЛ крупным поражением от соседей по турнирной таблице – Казанского Акбарса. Самарские гонщики завоевали несколько наград на всероссийских стартах, а теннисистки продолжают сражаться на австралийских кортах. Подробности в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты «Лады» потерпели крупное поражение в Волжском дерби в КХЛ. Тольяттинцы на выезде встречались с казанским Акбарсом. Первый период прошел без заброшенных шайб. При этом чаще атаковали хозяева, а гости искали свои моменты в контурвыпадах. В середине второго периода команды обменялись голами, а затем забивали только казанцы. Сначала в равных составах, а потом три раза реализовали большинство и спокойно довели матч до победы. 1-5 – поражение «Лады». Уроженка Тольятти Диана Шнайдер продолжает сражаться за победу в парном разряде теннисного турнира «Большого шлема Австралийн Оупен». Она играет в паре с американкой Эммой Навара. В матче второго раунда девушки переиграли мексиканку Джулиану Олмас и Хао Чинчань из Таиваня. 6-3, 4-6, 6-1. Встреча продолжалась ровно два часа. За это время Диана и Эмма дважды подавали на вылет, совершили две двойные ошибки и набрали за счет своих атак 39 очков. В городе Шадринск в Курганской области состоялся третий этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Победителем этапа стал тольяттинец Динар Валеев, который по итогам дополнительного заезда превзошел представителя команды хозяев Дмитрия Солянникова. Динар Валеев лидирует в чемпионате по итогам трех этапов. В общем зачете в топ-10 также входят тольяттинцы Никита Толокнов и Игорь Кононов. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. На выставке «Россия» подвели итоги Дней регионов, в рамках которых все 89 субъектов ярко представили свои достижения, культуру и потенциал. Пишет телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. Самарский стенд наградили специальным призом за лучшую просветительскую деятельность. Награду губернатору Дмитрию Азарову вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Абсолютно все команды регионов по-настоящему вложили душу, продемонстрировали главные достижения страны, показали свои традиции и культуру, рассказали о туристическом и инвестиционном потенциале. На самом деле сделали гораздо большее, помогли людям почувствовать себя частью большой страны, дали уверенности в будущем и мотивировали на то, чтобы самим добиваться новых достижений, отметил Сергей Кириенко. Активные жители дома 19 по улице Блюхера встретились с представителями администрации советского района, чтобы обсудить проект по восстановлению асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда, об устройству спортивной и игровой площадок, информирует телеграм-канал советского района. Участие в рамках государственной программы Самарской области, поддержка инициатив населения муниципальных образований или губернаторском проекте содействия позволяет жителям улучшить благоустройство внутриквартального проезда, игровую и спортивные площадки. В канун православного крещения прошел праздник для многопоколенных семей промышленного района. Гостем праздника стал хор русской народной песни «Волжские зори». Руководителем хора является многодетная мама, которая руководит не только тремя коллективами и ведет сольную концертную деятельность, но и воспитывает семерых детей. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok